На пороге открытий. Сегодня специалисты начали изучать останки, которые были обнаружены во время недавних раскопок в Чубаксарах. Первую экспертизу провели антропологи. В Чувашию из Москвы приехали представители Академии наук и Московского государственного университета. В нашей съемочной группе удалось снять эксклюзивные кадры начала исследования. Перевозить кости, которые пролежали в земле 400 лет, в другое место было бы рискованно. Никто не даст гарантии, что в дороге останки не пострадают. Эксперты расположились в небольшом зале для польема гостей на территории мужского монастыря. Их работа поистине ювелирная. Каждую кость аккуратно вычищают от грязи, измеряют и подробно осматривают. Но от комментариев антропологи отказываются. Делать какие-либо выводы пока рано. А чем можно все-таки рассказать эта экспертиза? Без комментариев. А вообще-то нет. Все, ладно. Так или иначе, по костям антропологи могут прочесть многое. Останки хранят информацию о возрасте человека, его заболеваниях и даже окружающей среде, в которой он проживал. Но только визуального осмотра недостаточно. Специалисты намерены провести экспертизу ДНК, чтобы определить и родственные связи. Сегодня, естественно, научные методы предлагают широкий спектр исследований в археологии. Это и физические, и химические. По наличию микроэлементов в костях можно определить место жительства, место рождения жительства человека. Этот спектр возможностей гораздо больше, чем мы можем представить. Пока же уникальная находка хранится на территории монастыря. Кости, которые были обнаружены во время раскопок, опечатаны в деревянных ящиках. Раньше именно здесь располагались подземные ходы, но теперь это просто подвал. Для хранения человеческих останков это помещение подходит идеально. Внутри достаточно тепло, но главное – нет влажности. То есть должно быть сухо, не слишком холодно. Да, да. Вот идеальный условие. Вот видите, потолок сухой, все сухо. Вентиляция здесь великолепная просто. Вот, даже можно почувствовать, как поток свежего воздуха идет. По всей видимости, кости здесь останутся надолго. Основные экспертизы будут проводиться в монастыре. Исследования только начались, и пока преждевременно говорить о том, что в Чебоксарах найдены останки Марии Шестовой. Медриковалев и Сергей Рябчиков. Республика.